Привет! Природой можно наслаждаться, восхищаться ее могуществом, но ее никогда нельзя недооценивать. Особенно, если она вдруг решила проявить характер. Сегодня мы вместе в этом убедимся и посмотрим, насколько страшной и непредсказуемой бывает природа в гневе. Поехали! Оползни в Мьянме не такая уж и редкость, но этот по масштабам превзошел все остальные. В результате оползня была разрушена дамба, которая удерживала отходы от добычи нефрита. Небольшой прорыв позволил воде размыть землю, а потом огромный поток вырвался и направился в ближайший карьер. По оценкам экспертов, из дамбы утекло примерно 3 миллиона кубометров воды вместе с отходами. К счастью, поток не дошел до жилой местности, но для рабочих это явно стало настоящей катастрофой. К счастью, поток не вернулся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Молнии не так уж часто бьют в машины, но этим жителям Южной Флориды не повезло попасть в малый процент исключений. Все остались целы, но пассажиры обеих машин еще долго пребывали в шоке от случившегося. Тот, кто решил построить мост именно в этом месте – настоящий гений. Именно благодаря ему людям удалось укрыться от массивной лавины. Снежная масса так долго сходила с горы, что казалось, будто это никогда не кончится. Но, по крайней мере, очевидцы смогли наблюдать за этим, находясь в безопасности. Нет, глаза тебя не обманывают. Часть материка действительно движется. С таким пришлось столкнуться с жителем города Альта в Норвегии. Обычно в этом районе бывает максимум два оползня в год, но они совершенно безобидные. В отличие от этого, мощный оползень смыл в море огромный участок земли, на котором находилось восемь домов. К счастью, в основном это были дома отдыха, поэтому они пустовали. Но даже несмотря на отсутствие жертв, картина, мягко говоря, жуткая. Ты наверняка решишь, что в этой волне ничего особенного. Но не спеши делать выводы. Неочевидный минус парковки в горах – это риск неожиданного схода лавин. Люди приехали в окрестностей Эльбруса, как обычно, прокатиться на лыжах и сноуборде и оставили автомобили на стоянке. Никто и не подумал, что через несколько минут с гор начнет сходить большая лавина, которая дойдет и до машин, а потом начнет накрывать толстым слоем снега. Немного впечатляющих кадров из Румынии. Водитель увидел вдалеке странное облако и начал снимать. Оказалось, он запечатлел процесс формирования огромного торнадо. Взгляни, как потоки вихря постепенно соединяются и сливаются в один. Впечатляет, правда? Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на Гавайи, где есть целых четыре действующих вулкана. Во время извержения одного из них потоки лавы были настолько большими, что покрыли почти 50 гектаров земли, продвинувшись и в жилые районы. Местным пришлось экстренно эвакуироваться, ведь хотя лава двигалась относительно медленно, это не мешало ей поглощать здание. Говорят, раскаленная масса уничтожила около 40 строений. Страшно представить, как выглядел этот район после того, как все закончилось. Землетрясение — очень страшное явление. И этот случай в Индонезии тому доказательство. На этих кадрах видно, как сильные толчки сперва разжижают грунт. Из-за этого земля начинает вести себя непредсказуемо, а находиться на таких участках становится невероятно опасно. Эта женщина едва держится на ногах. По сообщениям СМИ, в тот день землетрясение поразило 430 гектаров земли в городе. Это около 14 больших футбольных стадионов. Огромные дождевые облака — всегда впечатляющее зрелище. Но эти кадры из Аргентины просто поражают. Говорят, в этом районе почти не бывает гроз, поэтому такой большой грозовой воротник люди видели впервые. Когда на Нью-Йорк обрушились одновременно четыре урагана, жительница этого дома решила, что ей предстоит увидеть только сильный град. Совсем скоро она поняла, что ошибалась, ведь прямо к ее дому направлялся торнадо. Стихия прошла в нескольких метрах от женщины, заполонив собой все. К счастью, очевидице осталось сцела, но можно представить, какой страх она испытала в такой близости к разрушительному смерчу. Не успели жители одного из дагестанских районов оправиться от одной лавины? Как долину накрыла другая, к тому же несколько раз подряд. За короткий промежуток времени в этой местности сошло целых семь лавин. Местные коммунальщики расчистили участок автотрассы, но его снова накрыло снежными массами. И хотя обошлось без пострадавших, множество людей оказались изолированными в собственных селах. Трудно представить последствия, но, говорят, общими силами их удалось устранить за несколько дней. Продолжение следует... Круизы не всегда похожи на райское путешествие в море. Иногда стихия показывает характер. Так у западного побережья Норвегии поднялся шторм. В это время у круизного лайнера отказали двигатели, и его начало качать на гигантских волнах. Вода билась о стекла, а вся мебель в корабле практически летала из стороны в сторону. В какой-то момент находиться внутри стало небезопасно, и береговая охрана приняла решение эвакуировать пассажиров лайнера по воздуху. Думаю, после пережитого опыта эти люди отдыхают исключительно на берегу. Отдыхающий в Квинфунде решил заснять несколько молний во время шторма. Хорошо, что он так и не решился выйти на балкон. По его громкому молчанию ясно, насколько он напуган произошедшим. Это последствия беспрецедентного наводнения в Новой Англии. Дожди были настолько интенсивными, что даже через несколько дней после их прекращения большинство рек все еще находились в состоянии паводка. Жители утверждают, что такие выходки природы нанесли невероятный ущерб инфраструктуре, хотя и по этому мосту можно представить себе масштаб. Стихия, очевидно, вообще не считает мосты преградами. Смотри, как легко течение за несколько секунд смыло конструкцию, как будто его здесь никогда и не было. Кадры, которые могли бы стать началом новости об апокалипсисе. СИГНАЛЫ 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 Этот момент запечатлел один из жителей Айовы из окна своего офиса. Он увидел несколько вихрей, которые создавали большой торнадо. По фотографиям можно было подумать, что это лишь огромная туча, но когда наблюдаешь, как она кружится, становится жутко. Кстати, несмотря на свои размеры, торнадо нанес только материальный ущерб. Все люди в округе остались целы. Тесла может и является одним из самых впечатляющих изобретений современности, но она все равно проигрывает в крутости матушке природе. Вот как машина пережила массивный град, если вообще можно сказать, что она его пережила. Обычный заплыв на яхте вышел не таким эстетичным и умиротворяющим, как, скорее всего, хотелось владельцу судна. Во всем виноват внезапный водяной смерч, который поднялся у побережья Флориды. Он был таким сильным, что любое судно, попадавшееся ему на пути, начинало беспорядочно кружить из стороны в сторону. Должно быть страшное чувство — понимать, что ты ничего не в силах контролировать. Субтитры создавал DimaTorzok От таких видео бросает в дрожь. За считанные минуты из-за оползня половина горы обрушилась вниз, полностью блокируя дорогу, которая находилась у подножия. К счастью, к моменту обрушения водители уже успели отъехать подальше, но все они явно еще не скоро доберутся до дома. Должны в том, что вы не сможете, если вы не сможете, если ты думаешь, что от стихии с большой вероятностью можно где-нибудь спрятаться, то ты ошибаешься. При желании она проникнет куда угодно. Так и случилось в этом отеле. Из-за сильного доводнения поток воды стал настолько мощным, что запросто ворвался на парковку здания. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как легко течение уносило мебель. Можно представить, что такой поток мог бы сделать человеком. К счастью, на парковке в тот момент никого не было. За несколько дней до случившегося местные вряд ли бы поверили, если бы кто-то сказал им, что этот огромный мост смоет водой. Но стихия умеет удивлять. Паводок за секунды разрушил эту тяжеленную конструкцию, словно она построена из лего. Жителям одной из провинций Афганистана пришлось мириться с капризами природы, когда внезапный грязевой поток начал сходить с гор. Он двигался так стремительно, что остановить его просто не было возможности. Довольно быстро поток добрался до города и заполнил собой все улицы. Люди боялись находиться рядом с движущейся массой, поэтому прятались как могли. Многие из них залезали на крыши домов. Их можно понять. В такой момент любой бы испугался матушки природы. Эти кадры сделал житель одной из небольших коммун в Италии. Во время очередного шторма ветер оказался настолько сильным, что с легкостью валил деревья. Это каким же должен быть порыв воздуха, чтобы сломать дерево как зубочистку? Да, наводнения всегда происходят внезапно, и их невозможно остановить. Вряд ли был хоть какой-то способ удержать настолько большой и стремительный поток воды. ТОЖЕ САМОЕ ПРОИЗОШЛО И С ЭТИМ ЖИБОПИСНЫМ МУНИЦИПАЛИТЕТОМ В БРАЗИЛИИ. Красивый пейзаж, неторопливая жизнь. Похоже на рай, правда? Что ж, а теперь... Масштабные наводнения не просто залило дороги, но и почти перекрыло дома. Уровень воды поднялся так высоко, что достает до крыш некоторых домов. Вот как быстро природа способна меняться и менять жизнь людей. Град размером с мячи для гольфа — это миф? Жители Аризоны, которые стали свидетелями этого шторма, с тобой не согласятся. Руанг — это довольно активный вулкан в Индонезии. Но жители все равно каждый раз остаются под впечатлением от масштабов извержения. В этот раз они были особенно поражены, ведь вулкан отбросил столб дыма и пепла на высоту 19 километров. Неудивительно, что все схватили телефоны и начали снимать происходящее. Правда, делали они это уже с соседних островов, где были в полной безопасности. Остается только посочувствовать хозяину этого магазинчика. Бедняга придет с утра на работу и не увидит там ничего, кроме воды. Довольно четкий знак уехать как можно дальше в обратную сторону. К сожалению для водителей одной из китайских провинций, вариант развернуться был не у всех. Поэтому многие решили рискнуть и проехать сквозь огромное облако песка. И хотя издалека все выглядело жутко, на деле песчаная буря оказалась безобидной. А вот в Мумбаи тоже явление выглядело совершенно по-другому. Вместо большого облака на город опустился целый туман из пыли. Мегаполис перестал быть похожим сам на себя, когда в воздух поднялось такое количество песка. А чтобы подышать свежим воздухом, людям приходилось оставаться дома. Житель Айовы достал камеру, чтобы снять большие черные облака над озером. Но совсем скоро пейзаж изменился. За минуту небольшой дождь превратился в сильнейший град. По словам очевидцев, с неба падали шарики льда размером с бейсбольный мяч. Уверен, ущерб от такой атаки стихии был немалый. Не стоит недооценивать силу ветра, особенно если его скорость достигает 100 км в час и более. Во время урагана в одном из городов штата Огайо такой ветер нанес серьезный ущерб. Он сносил деревья, ломал автомобили и слабые конструкции. А еще срывал крыши. Трудно представить, что испытали жители дома, если в этот момент они укрывались от шторма внутри. Уверен, житель этого дома на все 100% понимает их эмоции. Последнее, что хочется увидеть в зеркало заднего вида, это торнадо, приближающийся к твоему автомобилю. К счастью для водителя, смерч прошел мимо, а потом и вовсе испарился, не выходя за пределы парковки. КОНЕЦ Тяжело оценить масштабы оползней. Но когда находишься рядом, сразу понимаешь, насколько это опасное явление. В одной из провинций Индии вырубка лесов привела к тому, что такие инциденты стали проходить гораздо чаще. природа явно предупреждает людей и просит остановиться. Как думаешь, что вместе дают сильный ветер и град? Правильно, настоящий хаос. Даже если ты находишься в полной безопасности, наблюдать за подобным даже из окна без напряжения просто невозможно. Особенно при виде того, как легко по рыбам ветра и граду удаётся ломать деревья. Природа может быть ужасающей. И ужасающе прекрасной. Этот камнепад по визуалу переплюнул лучшие спецэффекты из дорогостоящих фильмов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Кулакова Знаменитый ледник Перита Морена в Аргентине нередко радует туристов подобным зрелищем. Но такие масштабы удаётся увидеть далеко не каждому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА